здравствуйте дорогие друзья кто новенький всех приветствую меня зовут джая мог банк у нас сегодня супчик приготовила девочки супчик с клетками вегетарианский супчик с клетками и готовила же пирожки вы видели мукбанк на пирожками остались пирожки я думаю если вдруг сейчас супчиком захочется в прикуску с супчиком что хлеба нету постный майонез ласка постный майонез ласка я люблю суп всегда кидать либо сметанку девочки либо майонезе ну постные сесть на майонез в данном случае это магазинный майонез так вообще я дома свой готовлю сейчас много дел и заморачиваться со своим майонезом хотя он там готовится пять минут все равно просто увидела в магазине думаю дай-ка возьму вот хороший майонез девочки по вкусу один в один ну самое главное постный без яиц кто не в курсе я вегетарианка уже с 20-летним стажем вот мясо рыбу яйца не ем ну и все что делается с этих продуктов тоже не ем а все остальные и все как богом предписано почему не ем девочки а хочу чтоб карма была хорошая чтобы болячек тяжелых не было соблюдаю заповедь не убей она для чего написано чтобы карма была хорошая понимаете убийство и поедание животных это девочки тяжкий грех за которой бог никого не прощает и последствия тяжелая судьба воины катастрофы и тяжелейшие болячки понимаете вот супчик не могу по прям полную полную миску налила не могу показать хочу и кушать не могу девочки я же раз в день кушаю ну ну иногда что-нибудь перекусить ну завтрак я не завтракаю завтрак у меня это печеная горячая вода с лимоном это завтрак как правило в 7-8 утра суп шикарный получился я вообще ступой обожаю обед как предписано аюрведе обед с 11 до 3 часов дня когда работает джаттер аунин вот почему так пока сидела поезда не было как только начала говорить о важно сразу поехал поезд ну понятно что это ними то что важные вещи говорю ну блин вот сколько раз замечали отличный суп прям вообще супер обед с 11 до 3 часов дня пока работает джаттер агни так предписано аюрведы а вечером либо ничего не ешь не ем либо могу тоже аюрведический чай травяной попить либо молочко ну или уж там сильно сильно проголодалась весь день бегала в обед нормально не покушала то вечером какие-нибудь тушеные овощи вот тушеные кабачки или тушеные баклажанчики или там огурчик кусочек сыра то есть такое легкое вот все ищут диета да какая диета какая диета чтоб нормально себя чувствовать чтобы похудеть что искать девочки в аюрведе все написано кушаем вовремя 80 процентов пищи должно быть съедено с часу до 15 00 с 11 до 15 00 когда работает джаттер агни утром не едим вечером не едим все съеденное в это время идет в жир токсины а токсины накопленные это причина болячек и соблюдаем диету предписанную богом то бишь вегетарианство трупы не едимы вот и все и будет вам счастье все просто режим дня неправильное питание а правильное питание это без трупов ой какой же суп хороший но арджуна это есть не будет они любят супы у них не принято готовить супы у них не готовят супы сейчас придется ему что-то другое готовить но ему приготовлю это картошку с цветной капустой я сделаю микс у меня есть цветная капуста у меня есть брокколи вот я чуть-чуть брокколи чуть-чуть цветной капусты картошечку потушу ему вообще супер суп девочки такой остренький я добавила сюда ложечку этого острый соус чили острый который уже в бутылке продается вы знаете острый чили соус для пикантности клетки девочки из теста обычное тесто как на вареники на пельмени естественно без яиц просто мука вода можно кипяточек соль замешиваете крутое тесто замешали в жгутики и жгутики так нарубали нарубали тоненькими шматочками вот вами клетки такие из теста замечательно девочки как готовила суп ну можно сказать что это овощной суп просто я туда еще думаю дайте еще клеток добавлю давно уже вареники не ела лепить вареники время нету а тесто он уже быстро замешивается в общем девчата в кастрюлю маслица лук нарезала туда в массы чтоб обжаривался перчик болгарский туда же обжаривается у специи там пол чайной ложечки куркумы пол чайной ложечки гарам масалы тоже шанал масса вот это с луком с болгарским перцем обжаривается взяла помидор накрошила сюда помидор большими кусочками помидор и накрошил у меня эти стебли сельдерей девочки сельдерей стебли сельдерей я тоже накрошила я муж вот это обжаривается 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 по обжаривалась но потом все добавляю воды и она стоит на огне уже там закипает закипела на медленный огонь проваривается да эти овощи не провариваются но они же быстро варятся но пока они там закипали проваривались я уже тесто то сделала я уже нарезала этих клеток нарезала из теста и туда и получается что эти кусочки теста которые называют клетками вместе с этими овощами да она все варилась условно там 10 минут на год и пока она варилась я нарубала зелень и пару зубчиков чеснока и уже когда 10 минут прошло когда овощи готовы естественно клетки уже готовы вообще суп готовится в полчаса девочки 10 минут прошло я закинула чесночок это зеленью и ложечку налила этого острого перчика соус этот туда же в кастрюлю и все там еще побуркала минуты две-три и все и суп готов девчата получается такой овощной суп с клетками вкусненько сейчас я вам покажу плечечку клетку покажу вот она так выглядит видите кусочек теста потому что я тесто раскатала потом в жгуты в жгуты сделай так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык тоненько тык-тык-тык потому что он уж будет вариться оно набухнет тоненько и все можно сказать домашняя лапша можно сказать придумала девочки я нигде это не вычитывала я просто думаю так супчика хочется в мочу приготовить какой супчик сейчас овощной сварю накидаю все овощи которые есть в доме ну и пока я кидала эти овощи мне пришла гениальная мысль они сделать ли мне вот эти из теста клетки и вот овощной суп с клетками ну вот девчата шикарно попробуйте шикарно шикарно здорово жаль что аджуна супы не есть мне бы было бы проще его кормить а то приходится знаете вот и себе готовить и ему готовить но момент заключается в том что то что я готовлю для него я тоже могу поесть но мне иногда хочется чего нибудь другого получается несколько блюд готовишь а это время которого всегда не хватает дело в том что понимаете он даже не хочет пробовать вот он привык как и дома они кушали да то есть они дома супы не готовят они постоянно вот эти далы рис вот это вот там разное а вот именно суп как вот мы там да вот овощной супчик или там борщ да там они такое не готовят девочки понимаете они готовят рис дал суп и как арчун сказал так такой рис дал суп мы готовим только когда человек болеет это что надо заболеть чтобы покушать супа правда суп этот вкусно я ела в ресторане дала райсу очень вкусный очень но он даже такой суп он не хочет есть обязательно ну вот приготовил я там коту я готовила какой-то суда я говорю ну ты просто попробуй просто попробуй нет ну чего не кушать только потому что это суп я говорю ну он же вкусный ты просто вот попробуй хорошо бобби я попробую попробовал ну что вкусно бобби очень вкусно но ешь я не хочу я суп и не ем Я говорю, ну вкусно, почему бы не поесть? Понимаете? Вот привык так, и все. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Почему бы не попробовать? Реально вкусно. Даже вот этот суп я бы... Я бы сейчас еще вторую бы тарелку съела. Не хочется наедаться, с таким барабаном ходить. Ну так, нажираться, да? Ну реально вкусный суп. В меру солененький. С остриночкой такой. Прямо вот сейчас тепло, прямо здесь тепло. Вообще супер. Ой, девчата. Прям хорошо, хорошо, очень хорошо. И, наверное, грязная. Классно прям вообще. Так хорошо. И, говорю, прям вот это тепло. Пошло, пошло, пошло. И такое прям, знаете, психологическое удовлетворение. Когда вот вкусненькая еда. И там несколько вкусов. Вот ваше время должно быть шесть вкусов, да? Которые отвечают там за разные эмоции. И вот там и солененький чуть-чуть. Ну такой в меру хорошо солененький. И остренький, и сладковатый. Потому что овощи, они же такие сладкий вкус там есть. Помидоры хорошие, сладкие. Такой хороший сладкий помидор взяла. Ой, болгарский перчик. Ой, я и пирожочек умяла, да? С пирожочком. Вообще класс, вообще. Очень вкусненько. Вот. Ну что, поели с вами, да, девочки? Напишите в комментариях, кто со мной кушает. Кто в обед садится кушать и ищет мое видео, чтобы пусть даже так онлайн со мной вместе покушать. Признавайтесь. Напишите в комментах. А Юрведа говорит так. Надо пищу кушать как лекарство. То бишь, чтобы она была полезная для здоровья и переваривалась. Надо пищу кушать как лекарство, чтобы потом не кушать лекарство как пищу. Понимаете? А то сейчас люди, такое плохое здоровье у людей, что они горстями, горстями и едят таблетки вместо еды. Причем вот эти таблетки, которые в аптеках, которые вообще не лечат, а просто противопоказаний, уйма, уйма противопоказаний. Поэтому, девочки, надо питаться правильно, как предписано Богом. Бог создал нас. И он, естественно, знает, что для нас хорошо. И вегетарианство – это предписанная диета Богом для человечества. Поэтому вот эти сказки про белого бычка, что без мяса жить нельзя, без мяса мне будет плохо, а как же белок, а как же аминокислоты. Это полная фигня, девочки. Вот это полнейшая фигня, это просто пропаганда нынешней медицины, науки калиюжной, благодаря которой происходит деградация человека. А вот и все. Деградация же должна быть в калиюгу? Должна. А в ядок сказано, что в калиюгу человечество будет сильно деградировать. И в этом ему будут помогать две вещи, девочки. Неправильный секс и неправильное питание. А это именно самые две важные вещи, благодаря которому человек рождается и живет. Поняли, да? Благодаря неправильному сексу, благодаря неправильному питанию. Вот. Поэтому с сексом, конечно, проблема очень большая. Мало кто знает, как надо это правильно делать, чтобы действительно было здоровье и духовное развитие. Ну и все, что нужно, да? Ну хотя бы с питанием, девочки, там можно уладить вопрос. Хотя бы с питанием. Можно же уладить вопрос. Просто исключить. Это трупы. Мясо рыба яйца. Это трупы. Они приводят только к отягощению кармы и к очень серьезным проблемам. Хотя бы это-то. Можно этот вопрос решить. Вот. Ладно, девочки, всем всего доброго. До новых встреч. Я просто так наелась, девочки, что у меня нету силы разговаривать. Хочется так это прилечь. Прилечь полежать на левый бочок. Вот. Когда наелся, так хорошо, вкусно, так удовлетворение такое психологическое. Оно же глазки закрываются, знаете. Вот. Поэтому пойду я мыть посуду и готовить, кушать для супруга. А то супом не будет. Хотя супчик свежий, такой хороший. Предложу, конечно, попробовать. А вдруг, а вдруг, девочки. Ну, вероятность маленькая. Это я уже знаю. Вот. Буду ему готовить, кушать. Вот ему сделаю сейчас это тушеную картошку с брокколи и с цветной капустой. Микс. Сабзи-микс. Сейчас я ему сделаю. Вот. Потушу, ну, и лепешечки, как обычно. Куда же без них. Он говорит, бэби, если я лепешки не кусаю, я голодный. Я могу все остальное не кусать. Ну, лепешки мне надо кусать. Лепешки. Ну, эти чапатти, лепешки. Если я не кусаю, я голодный. Ладно, девчата. Спасибо, что смотрите мой скромный канал. Спасибо за ваши добрые слова, пожелания, лайки, комментарии. Спасибо вам огромное. Все, кто в ютубе еще торчат, переходите, пожалуйста, на дзен в инфобоксе, там где под описанием, под видео, да, инфобокс с описанием. Там есть ссылочка на мой дзен. Вот, переходите по ней. Подтягивайтесь, короче, на дзен ко мне, чтобы нам не потеряться. Вот. Потому что на ютубе сейчас смысла нету сидеть. Нету. Вот. Ну, все, девочки, всем всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.